С 1 января 2021 года в Казахстане началось поэтапное внедрение всеобщего декларирования. Предоставление декларации об активах и обязательствах физического лица стало обязательным. В Управлении государственных доходов рассказали о порядке приема документов. На первом этапе с текущего года декларацию в рамках всеобщего декларирования предоставят следующие лица. Это лица, занимающие ответственную государственную должность и их супруги, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и их супруги, лица, приравненные к лицам, уполномоченные на выполнение государственных функций и их супруги, лица, на которых возложена обязанность по предоставлению декларации в соответствии с законами Республики Казахстан. Кроме того, сообщаем, что ранее указанной категорией лиц предоставлялась декларация о доходах и имуществах, 230-я форма. Теперь с текущего года данная декларация не предоставляется. Сроки предоставления декларации на бумажном носителе до 15 июля этого года. В электронном виде до 15 сентября. Отправить документы необходимо через веб-портал Комитета государственных доходов, Кабинет налогоплательщика или через ЕГОВ. Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением ЕСАЛЫК АЗАМАТ. Декларацию предоставляют по месту жительства. В декларациях предназначена для отражения имущества за предъемами Республики Казахстан. Также имущество о долевом участии в жилищном строительстве. Наличные деньги, не превышающие 10 тысяч кратного размера месячного расчетного показателя. Данные сведения указываются как в Республике Казахстан, так и за ее пределами. Дополнительную информацию можно получить в Управлении государственных доходов ЭКИБАСТУЗА по адресу Машхуджусупа, 94.